Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня видео про кальций, кальций в воде, про жесткую воду, полезна она или вредна, про Ковалькова доктора в этой связи. А также расскажу я вам про другие минералы, чем отличаются минералы в хилатной органической форме от минералов в неорганической форме, почему одни полезны, другие вредны. И не просто расскажу, я докажу и поясню, в чем истина, ну истина это законы природы, то есть основы биохимии. Тем самым я спасу многих людей из вас от заблуждений, от возможных и неминуемых проблем со здоровьем. А в конце видео про молоко, кальций и благость вместе с Тарсуновым. И опять же про биохимию. Видео условно состоит из трех частей. Светик пишет. Недавно у Юлии Меньшовой был диетолог Ковальков. Не поклонница, но решила посмотреть. Кстати, канал Юлии Меньшовой очень мне нравится, прям советую, прям действительно молодец она. Так, прервалась потом. Так вот, он сказал очень хорошо, что в Москве жесткая вода. Типа, пейте, в ней много кальция. У меня челюсть отвисла, думаю, может я, что не поняла, перемотала назад, посмотрела снова, я была в шоке. Ну, то есть, мол, так и сказал. А это доктор, который смотрит, миллионы причем, да, верят и потом с уверенностью несут этот бред в народ. Значит так, дорогие товарищи, я вам более того скажу, что разбор видео Ковалькова по онкологии я уже сделал, вот оно. И ссылку в описании я вам оставлю, можете посмотреть этот мой видеоразбор. Ну, а теперь отвечу зрительнице. Значит, смотрите, я это видео не смотрел, но если вы пересмотрели, уверенно пишите, что он такое говорил, у меня кроме грубых слов других просто нет. В его адрес, потому что жесткая вода, соли, кальция. Слушайте, ну, посмотрите, вот есть книга, там, друзяка, как продлить, по-моему, скоротечную жизнь, что-то типа этого, где очень хорошо объяснено, что такое кальций, но только там тоже. Не то, что ошибка. Значит, речь идет про кальций в неорганической форме, обособленный карбонат кальция. Вот то самое, что в воде содержится, когда вы кипятите воду, если это вода жесткая, с солями жесткости, то есть с карбонатом кальция, например, то падает в осадок при кипячении, ну, выше, там, 60 градусов, 65 порог, и вот начинает осаждаться, кристаллизовываться в виде кальция. Так вот, ну, я не знаю, вот, ну, спросите у нефролога, можно вот этот осадок просто пить, прям взбалтывать его и пить? Он скажет, вы идиот, вы почки себе посадите, как минимум. Ну, а я скажу так, не только почки, это еще и онкогенный фактор. И фактор как раз атеросклеротические бляшки, это что такое, как раз соли, как раз неорганические кальции, в частности, в первую очередь, когда с холестерином соединяется определенным, вот эти самые бляшки образуются, это некий такой симбиоз, и кальций здесь как стержень. И много других проблем. А вот кальций, спросите вы, нужен нам? Конечно, нужен. Только какой? В органической форме, только неорганической, это неграмотно, а в органической форме, то есть, соединенный в живые единые сложные структуры, там, с белками, с другими веществами. Так вот, как раз растение и содержит тот самый кальций в неорганической форме, и он в полной мере усвоится, и много его тогда не надо, если витамина D3 достаточно, если у вас нет дефицита витамина К2, который препятствует вымыванию кальция из кости, это тоже очень важно иметь в виду. Если что, видео об этом я дам, оставлю вам, и вы можете спросить, а где купить такой препарат, чтобы был и D3, и К2, но ещё жирные кислоты, потому что это жирорастворимые витамины. Так вот, есть такое масло 4 в 1 специальное, причём это не синтетика, не из химии получена, из лишайников там и так далее. Так вот, ссылку тоже оставлю, но идём дальше. Итак, вы поняли, кальций естественным путём из пищи должен поступать, а вода должна быть мягкая. Так вот, вода не должна соли жёсткости содержать. Центры долгожителей, именно там, где вода горная и так далее, в первую очередь, с ледников тающих, какая мягкая вода. Аккуремисты знают, они даже в советское время, когда осмосов не было, ну, промышленные были, а домашних нет, система обратного осмоса, либо кипятили, отстаивали кальций в осадок, и потом эту воду использовали для нереста, лучше всего была какая вода дождевая. Почему? Потому что она не содержит соли жёсткости, ну, практически. И вот тающая вода с ледников тоже, и вот эти центры сверхдолгожителей были там, где вода обладала определёнными физико-химическими свойствами, она всегда была мягкая, она всегда была слаба или щелочная, она всегда была с ОВП отрицательным, и всегда там было избыточное количество молекулярного водорода, который временно в воде может, то есть H2, содержаться. И вот именно в таких местах, где была вода, обладающая этими свойствами, главные из которых я назвал, именно там люди жили примерно на 40-50 и более лет дольше, чем в среднем, так сказать, даже в тех же регионах и тех же местах, где нет такой воды. И это тоже имейте в виду. Также у меня было видео, которое называется «Почему нельзя жарить-варить пищу?» Ну, не то, что прям вообще нельзя, но там была как раз эта суть объяснена. Что происходит с минералами, которые были в органической форме при кипячении, при жарке, варке. Я приводил там в примеры очень известные корпорации международные, американские в основном, солгары и прочие, в брошюрах которых как раз объясняется разница и подчеркивается как бы преимущество их, например, там, скажем, добавок каких-то, ну, минералов, что именно в органической форме. И подчеркивалось, почему. Ну, Ковальков, и это, видимо, не знает. Я поражаюсь просто вот этой безграмотности, ведь это азы, это примитивнейшие вещи. Ну, это на уровне бытовом надо понимать такие вещи. Что ж, послушайте очень важные отрывки из того моего видео относительно органической и неорганической формы существования и потребления человека минералов, что опасно, а что, соответственно, полезно и почему. Итак, в первую очередь я беру аннотацию фирмы Solgar, известная американская компания, а потом других производителей минералов, и мы пройдемся с вами по самым главным микро- и макроэлементам. Я зачитаю из данной брошюры то, что касается нашей темы, и дело, конечно, не в самой фирме, я ее вообще не представляю, и проценты с нее не получаю, а дело тут в ее официальных заявлениях, ответственности, гарантиях и в знании технологий и биохимии. Ну, в отличие от горлопанов-неучей, утверждающих, что нет разницы, какие минералы поступают с пищей или добавками к нам в организм, в органической форме или в неорганической, а также то, что после варки минералы якобы не изменяются, и мы их усваиваем в любом случае. Итак, начинаю. Первое. Цитрат кальция с витамином D3. Есть такой у них препарат. Причем цитратная форма кальция, в отличие от карбоната кальция, хорошо усваивается организмом даже при пониженной кислотности желудка. Прием цитрата кальция способствует подавлению процесса камнеобразования в почках. Конец цитаты. Идем дальше. Второй элемент. Медь. Компания Solgar гарантирует, что таблетки хилат меди содержат медь в хилатной форме, что обеспечивает их быстрое усвоение и эффективное действие. Кстати, медь важна в том числе от седины, так как главная причина седины – это нарушение медного обмена в печени, вызванное недостатком меди. Но скажу вам тут пару слов очень важных. Какая медь может усвоиться? Любая? Ну тогда можно пить из медных кружек. И эта медь, вы думаете, усвоится? Нет, конечно. Я поражаюсь безграмотности людей. Свою антигрибковую функцию, действительно, медь неорганическая, получаемая в небольших количествах из медной посуды, конечно, осуществит. Но в биохимические клеточные процессы такая медь не вовлекается никогда. Я говорил об этом много сотен раз в своих разных видео, в том числе в видео о меди и о медной посуде. Но только не допустите, не сделайте ошибку, не губите свое здоровье. И уж если покупаете, будете покупать кружки и другую посуду из меди, то только из чистой меди марки М1, в которой 99,9% чистой меди, то есть она идет без свинца и без олова, как это есть в любой иной медной посуде, например, индийской, в которой всего лишь около 70% чистой меди. Вот посмотрите непременно эти мои два видео про медь. Ссылки будут в описании. А если захотите купить посуду из чистой меди марки М1, то, пожалуйста, вот на сайте nadgard.ru есть целый раздел по посуде из этой чистой, абсолютно безопасной, так как там нет свинца и олова, меди. А все байки про вред посуды из меди идут только от того, что в меди, которую покупали и пользовались люди, есть олово и свинец. Вот и все. А роль хилатной меди в органической форме, получаемой с питанием из растений, огромна. И в кроветворении, и в транспорте железа, и в формировании миелина, и в синтезе гемоглобина с эритроцитами. А хотите, чтобы я сделал отдельное видео прямо по этому уникальному минералу медь, вот так, как я уже делал, например, по минералу цинк? Кстати, кто не смотрел, посмотрите. Вот если захотите, напишите под этим видео мне, не поленитесь. Да, я хочу, чтобы вы сделали такое видео про минерал медь. И вот там я все разберу, все за и против, отвечу на все вопросы, развею все сомнения. Третий минерал – хром. Хром помогает организму вместе с инсулином усваивать сахар, он снижает аппетит, уменьшает скачки сахара в крови, убирает в какой-то мере инсулинорезистентность, помогает справиться с обжорством. Написано черному по белому, фирма гарантирует, что пикаленат хрома содержит оптимальную дозировку хрома в легкоусвояемой органической форме. Еще одно подтверждение того, что бывают органические формы существования минералов и неправы те выскочки, которые выпендриваются и говорят, что этого не существует, разницы нет никакой и тому подобное. Вы поняли? Есть разница. И она принципиальная разница между органической формой существования минерала и неорганической. Следующий, четвертый минерал – цинк. Он важен и для тестостерона, и защищает от рака простаты, повышает сопротивляемость организма к инфекциям, вирусным заболеваниям, предотвращает, кстати, выпадение волос и многое-многое другое. У меня было видео о нем. А теперь слушайте внимательно. Цитата. «Входящий в состав флавоцинкцитрат и глюканат цинка легко усваивается организмом и в отличие от неорганических форм цинка, вы поняли, прямо черным по белому, и они за каждое свое слово отвечают миллионами долларов. Еще раз. Цитрат и глюканат цинка легко усваивается организмом и в отличие от неорганических форм цинка, то есть разница есть, и она огромна, не вызывает тошноту и другие побочные эффекты со стороны ЖКТ и так далее и тому подобное. Уважаемые зрители, самый лучший вариант получения цинка – это фульвовая кислота, которая вообще доносит до клетки минералы гораздо лучше, и просто фульвовую кислоту надо принимать, пить по четырем причинам, у меня было на эту тему видео, ну, о фульвовых кислотах, так вот, есть фульвовая кислота с цинком, а также есть фульвовая кислота с магнием, с Б9, и четвертый вариант с кремнием, в органической, также, разумеется, форме. Пятый важнейший элемент – селен. Селен – это мощный антиоксидант. Он обладает противоопухолевым действием. Он важен для половой сферы и для мужчин, и для женщин. Он защищает организм от поступления в него тяжелых металлов и выводит их, такие как свинец, кадмий, ртуть и так далее. Кстати, в программе вместе с грибом «Дождевик» это будет гарантированный вывод из организма и тяжелых металлов, и радионуклидов. Посмотрите непременно потом вот это мое видео «Гриб-Дождевик». Селен я рекомендую употреблять тройную дозу от рекомендованной в течение первых двух месяцев, а потом двойную. Кстати, селен еще и улучшает усвоение йода. Вот что пишет компания «Солгар». Наша компания производит селен в легко усвояемой органической форме. Селенометионин. Ну и далее по тексту. Внимание, дорогие товарищи, я не призываю вас покупать продукцию фирмы «Солгар» или других там американских и прочих компаний. Есть гораздо лучшее безопаснее продукты, товары, содержащие те или иные минералы. Да, в органической форме. Например, вот вам три уникальных продукта, которые в сочетании между собой в течение дня дают человеку все 100% из 100 разных видов минералов, микро-макроэлементов в хилатной, органической форме. Все. Это спирулина и хлорелла, только обязательно био. Почему? Видео. Посмотрите, я оставлю вам по спирулине на примере нее и про хлореллу тоже самое по аналогии. Ну, а также фукус, конечно, только в гелеобразной форме натив. Сухой фукус. Не ешьте, лучше вообще деньги ни на что тогда не тратьте. Это бесполезно. Итак, вот эти три уникальные вида продукта. Натуральные бады, ну, то есть, водоросли, которые растут естественным путем, но только они должны быть экологически чистые, органические. Вот в этом суть. Значит, ссылку на хлореллу, спирулина и фукус, как их купить, именно органические, натуральные, я тоже вам оставлю под этим видео. А теперь, дорогие товарищи, открываем другую брошюру фирмы Nature's Bounty. Тоже компания США, производящая препараты более 40 лет. Одна из крупнейших в США. Она тоже пишет про хелатную форму цинка, про цитрат цинка, органическую соль магния, которая хорошо растворяется в воде и усваивается. Пишет дальше следующее. Железо в форме без глицината представляет собой органическое соединение, которое обеспечивает высокую степень усвоения и так далее по тексту. Вы понимаете ответственность этих компаний, которые вращают миллиардами долларов? Если бы хоть слово было неверным, а не то, что принципиальнейшие вопросы медицины и биохимии, то их бы давно засудили моментально, там только и рыщут адвокаты и хитрецы на ниве судебных тяжб и разорили бы их давным-давно. Ну все, да? Надеюсь, вопрос теперь закрыт навсегда. Александр Л. Кстати, тоже продолжайте ему кальций. Вот очень важно подчеркнуть как раз в этой связи. И он пишет очень важное видео, спасибо большое. Юрий Андреевич, если сможете вкратце ответить насчет большого количества кальция в день. Поясню сразу. Многие пугают, что нельзя много кальция. Не понимаю вообще, никакой разницы не видеть. Вот думают, кальций один элемент и все. Нет, не все. Нет, вообще не все. Далее. Вы советуете веганскую кето-диету? Да. А при ней съедается кроме других овощей, авокадо, много орехов и зелени. Так вот, у меня, например, получается кальций около 800 тысяч миллиграмм в день. И получаю весь этот кальций почти только из сырых продуктов. Нужно беспокоиться о таком большом количестве? Или это для организма не проблема, так как это поступает из органических источников? Да. Буду рад вашему ответу и желаю вам крепкого здоровья. Значит, под видео крепкие кости равно 2 витамина. Так вот, я еще раз хочу подчеркнуть, во-первых, для тех, кто не в теме, вот это видео очень мое, интересное, нужное, важное. Посмотрите, если у вас нет дефицита в витамине Д3, ну и К2, ну тут именно в этом вопросе про усвоение, про переработку, тут важно про витамин Д3 понять, что если в нем нет дефицита, то проблем там с кальцием не будет, но единственная проблема будет, если у вас действительно вот только вареная и жареная еда и в этой еде кальция. Ну а если у вас пища, вот как вы пишете, сырая, то есть веганская еще и сыроедная, да, и кальция там немного, и кальция какого? В органических связях находящегося с другими веществами, в хилатной форме, так сказать, водорастворимой по сути, то проблем никаких, лишний кальций выйдет, вообще проблем не будет. Это же не кристаллизованный тот кальций, который уже не может в организме вовлекаться в биологический оборот, понимаете? И он приносит огромные проблемы организма, потому что ему надо вывести хоть как-то этот кальций, а он зачастую не может вывестись просто так. В общем, беспокоиться не о чем, вы поняли. При том, что у вас нет дефицита Д3, Д3 сейчас в наши дни, витамин Д3, надо принимать в количествах 10-15 тысяч МЕ международных единиц в сутки, не меньше взрослому человеку. Это я вам серьезно говорю. Никакое солнце, голое весь день будете на солнце, и вы не получите норму Д3. Не знаю, почему такое происходит. Это просто научный факт, просто практически лабораторный факт, что сейчас почти у всех дефицит Д3. Как правильно делать анализ на Д3? Опять скажу вам, жаль мои видео, многие люди не смотрят, сразу куча вопросов, бестолковых, ненужных. Еще раз, повторю, если хотите получить правильные данные вашего количества Д3 в организме перед анализами, за две недели, я подчеркиваю, за две, Д3 не принимайте в виде добавок, таблеток, пилюль, жидкости и так далее. Поняли? Вот тогда у вас будет реальный показатель, и реальный показатель у нас нормативы изменили, изменили. Вы понимаете, что меняют сейчас нормативу в угоду, так сказать, конъюнктуре. Так вот, я вам скажу, нужно, чтобы витамин Д3 у вас был по верхнюю границу норму, ближе к верхней, а не нижней, и вы успокоились только на верхней границе. Вот, доводите его, и этот витамин очень важен. Значит, два видео у меня про Д3 есть, оба оставлю под этим видео. Смотрите. Ну, вот, ответил. Дорогие друзья, маленькое объявление на несколько секунд. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт надгар.ру, посмотрите хотя бы два раздела отзывы и новинки. Ну, а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары вы можете заказать на нашем сайте, и мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Теперь Андрей Морозов. Натуральное коровье молоко. Ну, в общем, тоже с кальцием связано. Многие же сразу говорят, кальций, молоко. Так, молочные продукты, а не магазинные с добавками. Полезно, пишет Андрей Морозов, он уверен в этом. Теперь вот бред, который я просто, ну я не знаю, ну попробую на это сказать цензурно. Ну он пишет, молоко с 18 вечера до 6 утра, типа надо пить. Ну это знаете, какой-то бред, который Тарсунов несет и всякие югисты, которые, так сказать, типа по индийским ведам, что благость там, так сказать, коровы, вечернее молоко, на луну еще там и так далее. В общем, ладно, дальше запитая, кисломолочный, творог, сметана, сыр и т.д. после 7 до 17.00 надо есть, типа. И дальше, молочные, полезные. И перевариваются у благостных людей. Вы поняли? То есть, видимо, у благостных людей другая биохимия идет. У них, наверное, биосин с белка идет по-другому. И белок козин, наверное, просто под воздействием магии луны или под воздействием особых чакр, открывающихся в это время. И только у благостных людей с высокими там помыслами и стремлениями начинает, значит, вырабатываться у нас в организме, наверное, фермент ренин. Не путайтесь с гормоном ренином. Надпочечников пишутся они по-разному. В одном два Н. А в другом одна буква Н. Поняли, да? А то мне тоже некоторые учат там. Ренин – это гормон надпочечников. Спокойно, спокойно. Ренин – это и фермент, который вырабатывается. Например, у телят. В их желудках, когда они первое молозье у мамы высосали, у них сразу начинается выработка фермента ренины. И тогда перерабатывается молочный белок козьим. Причем, как ключ к замку, свой ренин подходит к своему молоку. Скажем, у косы он свой, у козлят, к молоку матери, у крольчат свой, поняли, да? А у человека вообще нет фермента ренина. Там идет совершенно по-другому переработка молока материнского. Я это говорил в своих лекциях. В частности, в моей главной лекции о молоке. Вот в этой посмотрите. Потом я оставлю обязательно. И, кстати, давайте оставлю еще видео, где я разбирал вот эти глупости Тарсунова. Так вот, ну, наверное, вы поняли, разумные люди, что вот это чушь. И что вне зависимости от благостного человека или злого, или еще какой, у вас, вот, и у него, у другого, биохимия идет совершенно одинаково. Ну, вообще, процесс биосинтеза белка, репликации ДНК, там, ну, и так далее, и так далее. Так, идем дальше. Он же пишет, у благостных людей, тем более в Тмороге, что есть? Белок казеин и его с медом, а мед это, там, глюкоза и фруктоза, да, полезно. Что будет? Посмотрите мое видео «Раздельное питание». Ну, я уж не говорю про синдром избыточного бактериального роста, там, и так далее. Ну, ладно, неважно. Запитай куркумой, корицей, шафраном. Ну, то есть, вы йог настоящий, исконный такой, русский Андрей Морозов йог. Ладно, хорошо. Вы верите в благость. Вот, знаете как, вот есть выражение «блажен, кто верует», но это уже переходит, знаете, вот, на самом деле это фанатизм уже, то есть, это просто сектанство. И потому остаются только выводы. И давайте перейдем к выводам, и на этом закончим. Итак, выводы. Первый. Все. Хватит самомнений и верований, основанных на желаниях. Дайте по ушам этим умникам, которые до сих пор хорохорятся и выпендриваются. Второй пункт. Как бы вам не хотелось во что-то верить, будьте выше этого и верьте в то, что обоснованно, полно и доказательно. Третий пункт. Применяйте эти важные знания на практике, чтобы дольше и качественнее жить и развивать себя, землю, мир вокруг вас и других людей. Четвертый пункт. Ешьте как можно больше зелени и овощей, крестоцветных, салаты, все, что на вкус не сладкое, но зеленое. Пятый пункт. Как можно меньше варите пищу и вовсе не жарьте ничего. Пропорция максимально допустимая для здоровья это 70% на долю живой пищи и 30% на долю вареной, но не более. Шестой пункт. В БАДах, препаратах, добавках принимайте только то, и в чем минералы находятся только в органической форме. Седьмой пункт. Мои рекомендации. Принимайте дополнительно в наши дни, когда пища и почвы, на которых эта пища выращена, не содержат уже давно все те элементы в необходимом количестве, которые когда-то писались в таблицах. А поэтому в наши дни просто необходимо принимать те добавки, в которых в концентрированном виде содержатся дефицитные, но так жизненно необходимые питательные вещества, главными из которых являются многие микроэлементы. Итак, рекордсмены. Во-первых, это фукус в гелеобразной форме натив. Непременно посмотрите мое видео хотя бы первую половину лекции дисбактериоз. Во-вторых, спирулина, хлорелла, сок проросков пшеницы, проращивайте семена амаранта и брокколи. Мое видео брокколи, посмотрите. Восьмой пункт. Говоря о так называемом палеопитании, то есть о фантазии тех людей, которые действительно верят в то, что их предки были неандертальцами и ели сырое мясо, то хотя бы в этом есть логика именно в том смысле, что если мясо не варить и не жарить, то по крайней мере из него действительно можно будет получить очень много важных питательных веществ, в том числе минералы в органической форме, витамины, не разрушенные термообработкой, жирные кислоты и так далее, и так далее. Там другой вопрос в белках. И если захотите разобраться, понять, в чем же вред высокомолекулярных белков, то посмотрите непременно вот эти два моих видео. Первый – мясо и второе – раздельное питание. И вы, я надеюсь, все абсолютно поймете. Девятый пункт. Обязательно посмотрите мои следующие лекции, которые я вам сейчас посоветую. В них очень важна информация и важнейшие советы, которые помогут вам оздоровиться и дольше прожить здоровыми людьми, если только вы не будете лениться. Итак, я перечисляю. Мои лекции. Калории. Почему вас тянет к сладкому? Интервальное питание и голодание. Раздельное питание. Почему нельзя есть после 16.00? Кислотно-щелочной баланс. Кето-питание и веганская кето-диета. Клетчатка. Этот орган, о котором вы не знали. Почему зожники болеют? Почему мы не можем питаться только плодами? Связь сахара и рака. Как очистить сосуды? Какую воду надо пить? Водородная вода. Мое последнее видео на эту тему. Ну, хотя бы посмотрите это для начала. Не просто смотрите. Выписывайте, конспектируйте, помечайте стрелочками причинно-следственные связи между всеми событиями, явлениями, анализируйте, выписывайте под конспект себе. И тогда у вас все вот эти как бы пазлы сойдутся в единую картину миропонимания. И вы будете знать, а не верить. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»